Сика Гадьев, да, к сожалению, я о нем не сказал. Сика Гадьев один из самых старейших осетинских писателей. Вот он является крайней противоположностью, вот постарайтесь понять. Сика Гадьев, как явление литературное, представляет собой крайнюю противоположность современных осетинских молодых писателей, которые пишут на русском языке. Смотрите, современные молодые осетинские писатели практически осетинским языком уже не владеют. Но даже ими мы не можем поступаться. Вот, допустим, прекрасный молодой писатель юго-осетинский, Атамирван Таттаев. Ну разве то, что он написал о войне, разве это не осетинская литература? Это ведь осетинская война. Мы не можем назвать ее русскими. Да, недавно. Ну, о нем тоже можно много говорить, там много вопросов. К нему много претензий, кстати говоря, со стороны юго-осетинских интеллигентов. Они считают, что он неправильно эту войну видит. Потому что он во многом нейтрализовал ее высокий героический пафос. И это многим не нравится. Мне тоже, кстати говоря, не нравится. Приземлил, да, да. Мне это тоже не нравится, но это тоже проблема филологическая. Так вот, Сика Агадьев. Почему он является противоположностью Тамерлана Татаева, допустим? Потому что Сика Агадьев писал на осетинском языке и абсолютно ни слова не понимал по-русски. Тамерлан, наверное, понимает по-русски. Я утрирую, конечно, но я вот просто хочу показать вот эти вот две полярные точки. Понимает по-русски, но он думает по-русски. Да, да. Вот всю литературную историю можно представить, допустим, таким образом. От Сика Агадьева до современных молодых писателей. Возьмем Джонни Рамонова, допустим. Да? Вот Сика Агадьев ни слова по-русски не понимал, писал по-осетински. А Джонни Рамонов ни слова по-сетински не понимает, пишет по-русски. Но он все равно остается осетинским писателем. Потому что его социальные, социологические повести, там, Аделина, Реваз, это же про нас. Это не мог написать русский парень. Не мог написать все-таки русский человек. А вот Алан Черчесов, как вы думаете, у вас что-то? Ну, Алан Черчесов сложный автор. Я не могу сказать, что он не нравится. Но я вижу, что писать он может, безусловно. Писать он может. Мы уже несколько лет назад, по-моему, на бункеры выставляли короткий список попал лет 7-8 назад. Да, были, потом даже еще, наверное, было что-то. Я так не очень слежу за этими вопросами. Потому что все эти премии, на самом деле, это весьма условно все. А вот чисто с идеологической точки зрения, как его произведение в нынешние поколения, рекомендуете вы молодым читателям? Алана Черчесова? Дело в том, что я сам не читал его так глубоко и много, чтобы рекомендовать. Но я вообще рекомендовал бы читать все, что издается, и все, что имеет отношение к кассете. Нам надо все-таки стараться читать. Во всяком случае, нам надо читать. Без этого... Дело в том, что чтение, что бы мы ни читали, является единственной возможной формой медитации в современном мире сумасшедшем. Когда мы берем книгу и пытаемся на одной точке собрать свое внимание, сконцентрироваться на букве, и следить за какой-то мыслью, заставить себя отвлечься от всего остального. Медитация. И это не может быть бесполезным занятием. Это интеллектуальное, умственное напряжение всегда идет во благо человека. Поэтому, конечно, я рекомендую читать. В том числе и Аллах Черчесова. Вот. Я ответил на ваш вопрос? Да. Сика Гадзи замечательный писатель. Вот он представляется вот у других горских народов. Мы всегда можем наблюдать, что? У них всегда есть, допустим, целая когорта поэтов, которые занимают промежуточное звено между сугубо устным народным творчеством и сугубо профессиональным литературным творчеством. Вот есть как бы период устного народного творчества. Потом возникает в Дагестане, допустим, ашуги. Ашуги. Это поэты, бродяги, дервиши, которые поют песни. Они не являются писателями или поэтами, потому что они ничего не записывают. Но они исполняют свои собственные тексты. Вот. И только потом возникают профессиональные поэты, прозаики и драматурги. А вот у нас вот такого рода фигура только одна. Это Сика Гадиев. Он не ашук дагестанский. Это очень условно, я говорю. Но в принципе, вот все, что он написал, он писал новеллы. И стихи, и басни. Но вот если говорить о его прозе, его новеллах, они обладают всеми качествами произведений устного народного творчества. Вот, допустим, когда будете читать, если будете читать, вы увидите, что там нет в привычном смысле слова единства сюжета. Там есть нагромождение каких-то вещей, которые профессиональный писатель не может допустить в своем сочинении. А вот у него все это органично уложено, потому что он как будто рассказывает, 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 как было на самом деле. И действительно, его произведения основаны на реальных событиях, как он их услышал от других людей. Кстати говоря, эта традиция замечательное продолжение нашла в современной осинской литературе даже. У нас есть замечательный писатель Азамат Кайтуков, которому уже за 90 лет. У него прекрасные, прекрасные рассказы, повести. Именно в традиции Сика. Он специально их не стилизует под Сика, но это вот та традиция, которая к таким результатам приводит. Традиции тоже существуют объективно. На осетинском языке. На осетинском языке, да. Да, вы что-то еще хотели спросить? Я в Аркадии очень тяжело читаю. Вот прям втробательно как-то вот с чем-то. Видимо, потом что-то свое, ты понимаешь, что это твой народ, вот эта жизнь тяжелая, как-то вот прям тяжело. И читаешь, и ты как-то вот, хочется поблагодарить к нему, да, как-то если это вот... Ну, потом все возвращаешься опять к этому. Да, и читать вообще тяжело. А Сика Гадьева, видно, да. Можно вам... Еще тяжелее, пожалуйста. Вам не кажется, что литература современная? Ну, и в целом, да, в мире. И, в частности, в Астинске, она свое функциональное предназначение полностью изменила под влиянием двух факторов. То есть, во-первых, постмодернизм, и, во-вторых, технологическая революция. В результате этого литература потеряла свое предназначение. И, ну, еще, я почему сказал, технологическая революция, что сейчас доступна вся мировая литература, да, там, в течение пяти секунд, да, там. И, то есть, конкуренция высокая. И мне кажется, что современная литература, в частности даже осетинская, то есть ее место максимум где-то в контактах или в каком-то глянцевом журнале. Ну, да, или это контакты, или это глянцевый журнал, вот, типа там, фрегменты, еще чего-то. То есть, и по определению, вот, вы сами сказали, что вы Черчесова не читали. Я его тоже не читал. Но я об этом подумал, что... То есть, возможно, поэтому... То есть, сейчас, может быть, никому уже будет неинтересна осетинская литература. Современная, я про литературу, которая была в 20 веке, и до этого, я об этом не говорю, это уже состоялось, это все стало классикой, это уже в нашем сознании, сознание наших, там, всех предков. А вот то, что... Вот сейчас, нынешняя литература, она эту роль вообще может выполнять? То есть, она может являться цементом или кирпичиками для строительства человека? Или это просто вот легкое чтиво на две минуты, чтобы забыть? Вам так не кажется? Ну, вопрос серьезный. Вообще, есть же основания полагать, как бы, ну, более-менее серьезные основания, опасаться того, что вообще литература утрачивает вообще свою... Как и как и живопись, впрочем. Да, ну, не знаю, это трудно сказать. Если литература будет жить, то будет жить и остинская литература. Если Осетия будет существовать как Осетия, то будет остинская литература востребована, безусловно. Мы выходим из периода кризисного, очень серьезного. И нужна воля, и методичная работа. Все это будет. Все это будет, и литература будет, и будет нужна. Вот вы заговорили о глянцевых журналах, о FEMO, она на самом деле, это литература, не только современная осетинская литература, может быть, в глянцевых журналах, но и классика осетинская может быть. Вот FEMO, кстати, вот вы заговорили, я вспомнил. Я сейчас некоторым образом сотрудничаю с FEMO. И вот в течение всего этого года в каждом номере по одному рассказу из осетинской классики мы публикуем, я пишу свои комментарии, свои предисловия. И они с удовольствием этот материал у себя размещают. Больше того, они сами попросили меня о том, чтобы я с ними как-то поработал над тем, чтобы журнал FEMO, который считается глянцевым, чтобы он стал менее глянцевым. Понимаете? Вот какая тенденция. Это гораздо важнее многих других вещей. Глянцевый журнал хочет подвигаться в сторону традиционных осетинских вещей каких-то. Вот за эти вещи надо держаться и эти вещи надо поощрять и развивать всячески.